Вот с чем я не могу смириться, так это с их ценами. Реально, мы заказали вову шуруму, я десант и два чая по 10. Это нам вышло где-то около 1000 рублей. Такое здесь заведение, сидим прямо на улице недалеко от отеля на таких вот диванах. Ты сейчас осознал, сколько мы тут тратим? Да. Чаёчек 10. Супер маленькая кружка, не знаю, видно ли это на видео, но она очень-очень маленькая, самая маленькая кружка, которая на суток была. И мне бесит, что в основном приходится добавлять в чай сахар, потому что... Но какие кубики? Потому что очень-очень какой-то горьковатый. Я сейчас, короче, когда ходила в туалет, и там спустилась, получается, вниз, и там у них сразу уже как бы рядом кухня, и там повариха, и она как-то выглядела так странно. Короче, я сомневаюсь, потому что у нас потом не будет дристайла после этой еды. Ну ладно, будем надеяться на лучшее. Короче, принесли за 95 вот такую красоту. Не знаю, что это, но оно с мороженым, поэтому я решила взять. Ну, в принципе, довольно такая хорошая порция, ну вот. Я уже покушала, Ваоя ждёт, и как бы там вот в этом блюде был сыр. Ну, самое вкусное это было мороженое, почему-то такое необычное мороженое, но сыр я не знаю зачем там. Ну и порция довольно-таки такая нормальная, как бы ты ешь, уже настолько тебе сладко, что ты не хочешь больше это есть. То есть какой-то передоз такой сладостный. Ну, по факту, мы сегодня вообще нормально не ели, потому что завтраки у нас были такие себе. Ещё, как я понимаю, здесь курят, то есть если вы не видите курить, то если вы видите какие-то кальяны или что-то ещё, то значит вам точно не сюда, потому что здесь курят табаку прям по несколько столов от нас, и это очень воняет, и это неприятно. Вот прям девушка с мужчиной сели и уже курят. Шурма, у тебя с чем? С мясом. С мясом. А с каким, конечно же, он не скажет никогда. Такие две рулетики принесли, сейчас будет пробовать. Тут очень воняет. Курим, он тут просто курит со всех сторон от нас, и я уже просто не могу. Я не досмотрите, потому что в школе во втором или в третьем классе преподавательница учительница сказала, что вреднее дышать, чем даже курить. Поэтому... Блин, это просто... Мне нет слов. Первый раз мы с таким сталкиваемся. Поэтому кушайте в дорогих ресторанах. Такого не было. Ну что ж, дорогие друзья, мы уже вышли. Я не знаю, я охренеть от этих цен, потому что реально просто покушать это от 1000 рублей. Ну, серьезно. Просто покушать в какой-то забегаловке. На двоих я имею в виду. Ну, это прям вообще... Что по ценам я не поймала. Для нас это шок. Потому что я не знаю, сколько. Но... Мы поели, в общем, 225. Ну, нежданчик. Знаете, нигде не было написано, что в этом заведении чаевые как бы... Они уже включены. Ну, то есть ты должен заплатить чаевые по чеку. В итоге 247. Еще 50 центов там было написано. Ну, мне просто... Я не понимаю эту жизнь. Я понимаю одно дело. Я с вами пришли. Вот, пришли в заведении. Ну, нет. Может быть, я вот действительно чего-то просто не понимаю. И нормальный обед в ресторане стоит 10 тысяч рублей. Ну, так, не нужно кровить. Суть ничего там не понимаю. Ты считаешь, это нормальная цена? Ну, я не знаю. Я вообще негодую. Потому что у нас... У нас остается реально последняя наличка. Последняя наличка. Я потом не знаю, что мы будем менять. Потому что мы реально тратим до хрена здесь. Как мы потом будем менять? Потому что мы поняли нашу последнюю рублевую наличку. Мою. Которую я привезла в адресе. И как бы... Не знаю. Мне это прям... И блин, нереально за что че вы? За то, что мне просто принесли? То есть, реально там никакого обслуживания, никакого сервиса. Ничего просто. Ну, че за бред? Че за бред? Че за бред? Ну, не знаю. Тут все просто. Цены капец. Очень высокие. Ну, в принципе, на магазин. Ну, там даже сэндвич стоит 200 рублей, если переводить. Сэндвич. Которая у нас стоит 100 рублей. Ну, я не знаю просто, как с этим жить. И одной из многих, почему мы тут не хотим оставаться, потому что это ужасные цены. И после Инди это особенно больно, потому что если бы в меню 200-300 это было бы в рублях, но нет, это бы лирок, потом нажать на 4 как минимум. Ну просто, я не знаю. Я не довольна. Мы сейчас пришли в парк. Это, по-моему, шатанка на этот почта. Ой. Почта. Тут всегда есть какие-то наряды полиции и, конечно, есть кукурузы. И, оказывается, это штаны, которые мы уже покупали. Короче. Мы эти деньги шутупили джим один раз. Мы интересуем у нас будет какой-то лакшвит, просто ресторан. Но, мне кажется, это реально специально сделано. Ну, прям супер завышенный цен. Абсолютно не все. Я на каком-то рынке блокноты по таким ценам. Просто вот мы сейчас ходили на забегаловку. Забегаловка какая-то дешманская просто. Обычная забегаловка на улице. Это не ресторан. Это забегаловка. Это не европейский стандарт. Это просто забегаловка. Шурмичного лошода только побольше. И какие там цены? Мы еще шли по улице как бы так. Цены тут как бы самые такие были. Подешевле цены. Ну, типа я реально готова платить там за обеды, за ужин. Большие деньги, то есть по две тысячи на двоих. Окей. Но, если там будет обслуживание, если там будет атмосфера, если там вот что-то будет. Но вот когда какая-то забегаловка, просто у них такие цены. И чтобы вы понимали, сейчас мы потратили просто к сайт за десерт, два чая и шаурма. Шаурма за сколько? 100 на... За почти 500 рублей шаурма. Где-нибудь такое видели в России? Шаурма за 500 рублей. Я считаю, это вообще не стоит им. Ладно. Нам еще предстоит повышать и повышать свою денежную емкость. Ну, вот реально вот такие кафешки. Ну, блин, это... Я не понимаю. У меня не складывается вот такая кафешка и платить столько денег. У меня вообще абсолютно не складывается. И... Что, наверное, сейчас попробуем сходить все-таки в мечеть наконец-то. Если не будет очереди. Ну вот, блин, реально мы были, допустим, на террасе. Там обслуживание и комплименты и что-то. Ну, то есть... И реально там чувак что-то рассказывал нам. А здесь просто забегалтка какая-то и все. Но я этого абсолютно не понимаю. Ну, знаете... Нету такого, дорого или недорого. Меня сейчас очень жестко ломают. Ну, потому что ну какого хрена? Какого хрена такие цены? Я не понимаю этого. Но, как бы, не бывает дорого или дешево. Ну, короче, мне еще есть с чем работать. Потому что, ну вот, блин, реально кто-то не может там сходить в ресторан за две тысячи на двоих. Ну, за три тысячи. А мы тут, блин, вот с таким словом. Ну или что, мы едим на тысячу рублей за двоих какой-то спидал. Меня вот просто... Я не понимаю. Я готова получить кучу денег, но за себя, за атмосферу, за удобство. А не за хуй-то просто. Короче, я не знаю. Я очень этим недовольна. Ну, поделать я с этим ничего не могу. Могу только вот продолжать оставлять тут все наши последние деньги. Что поделать-то? Мы уже, в принципе, все посмотрели. Какие-то такие основные достопримечательности. Не знаю, что мы тут еще целую неделю делать. Ну, я думаю, еще более глубоко посмотрим на Стамбул. Не знаю.